Продолжение следует... В доме у нас в эти дни проходят постоянные съемки. У нас появилась страстная любовь к кино. Съемки уже наши проходят постоянные съемки. И это не то, что мы меняем характер нашей деятельности, просто кино заинтриговало. Особенно Новый год, начинания такие... После съемок того фильма, который у нас здесь был, мы подружились с командой. Команда немножко перетекла к нам. И теперь дом наполнен киношниками, пусть не мэтрами кино, но людьми вовлеченными. Ну, если есть вопросы... Кто-то пишет, что-то давно Фаню не видели с вами. Ой, какой большой вопрос. Три месяца назад мы с Фаней расстались. Это второй раз в моей жизни произошел... Мы прекрасно общаемся и с моей первой женой Ладой Сахаровой, и с Фанейей. Детки приходят, но второй раз в моей жизни мы как бы съели траву под ногами. Вот если так можно образно описать. Когда люди очень много интенсивно общаются, конечно, происходит изъедание повестки дня. Она становится очень заурядной, обыкновенной. Ну и три месяца как бы всматривались в эту новость. У нас есть еще один дом, где сейчас Фанечка будет жить. Так что, как бы, это все рядышком. Это идут рядом, но уже не вместе. Я долго не хотел бы об этом говорить, но вот кое-что я сказал. Здравствуйте, с Новым годом. Расскажите, пожалуйста, как у вас организованное освещение при работе в мастерской? Очень удобно. Вот сейчас я его действительно организовал. Там такие лампы, я не знаю, как они называются, не электрик, но они прямо зажигают картину, плоскость картины. Ну, может быть, мы, когда будем в мастерской, может быть, на следующей какой-нибудь трансляции или записи, просто покажем эти лампы. Очень хорошие лампы. Можете прямо копировать идею, потому что писать под них одно удовольствие. Они там где-то над головой светят на картину с трех сторон. Очень хорошо. Если до этого у меня в той мастерской зимней, вернее, летней мастерской были проблемы с этим, с освещением, то сейчас никаких в нашей зимней небольшой мастерской. Игорь, что такое импрессионизм в нескольких словах? Яркие цвета, мозаичность мазков? Прекрасные вопросы. Мы часто не знаем, что назвать импрессионизмом. Импрессионизм сросся с академизмом. Академизм сросся с импрессионизмом. И сейчас ответить на вопрос, что такое импрессионизм, довольно тяжело. Хотя классический импрессионизм – это несколько основных заметных проявлений. Прежде всего, как бы этюдность исполнения, набросковость исполнения. Когда картина не выписывается, а просто набирается, как зарисовка в альбомчике. Это вот, если говорить о классическом. Первое – это вот это. Например, второй момент – это ритмы. Импрессионизм любит ритмические мазки. Создание ритмов в небе, где можно было бы и не так затеваться. Но ритмы, ритм, ритм мазков – и все в динамике. Ну, конечно, особенно это уже проявилось у такого пост-импрессиониста, как Ван Гог. Все импрессионисты очень полюбили ритм мазков. Однонаправленность мазков, выраженность мазков. Если бы у них писали все-таки гладкую живопись, то импрессионисты вот эту набросковую живопись сделали с проявлением ритма. Который, вот эти мазочки, они сродни штрихам в рисунке. Но только уже в виде мазка. И третье существенное отличие импрессионизма от неимпрессионизма – это цветовое преувеличение света и тени. То есть тень преувеличена, как тень, и свет преувеличен, как свет. Преувеличенная синева теней и оранжевизна света. Вот три вещи, в которых сразу угадывается импрессионизм. Академизм заметил, что очень много вещей интересных в этом смысле и тоже перехватил часть. Хотя импрессионисты тоже брали у академизма. И вот они так вот теперь уже переплетаются. Вот это выявленность импрессионизма. У экспрессионизма, наверное, другие проявления уже. Еще более нарочитые ритмы и нарочитая недосказанность, недовыписанность, может быть. Как бы наспех, сделанная наспех. Вот. У импрессионизма тоже наспех, но все-таки в меру еще. Ну, примерно так. Спрашивают, что за окнами у вас, за которыми за вами. У нас двор прекрасный, в котором сейчас... Ну, там шашлоричное. Там в долине... Ну, все в фонариках. И... Ну, это у нас все лето. Фонарики. Зимой и летом. Всегда. И... Вот там глубину идет, идет. И там всякие помещения для всяких нужд. В связи с переездом на новое место жительства в декабре не получилось писать для конкурса 7 дней. В январе, продолжив полную силу, не повлияет месячный отпуск на оценку меня как участника? Нет, конечно. Я напомню, что критерии конкурсного надбора в этом проекте именно способность быстро расти. Эту способность можно показать и за месяц. Ну, а я постараюсь, насколько у меня кругозор есть и опытность уже, конечно, заметить и оценить. Когда будет новый видеоурок на морскую тематику? Наверное, в основном ближе к лету, но зимой иногда вдруг залюбуешься волночкой и как-то и хочется. Игорь, ваша оценка художественной составляющей фильма «Ван Гог с любовью Винсентом»? К сожалению, я фильмы не очень-то смотрю. Может, я его и смотрел, но я ничего не помню. Но, скорее всего, я его и не смотрел. Вот последний из фильма, который я смотрел, это «Девушка с жемчужной сережкой». Вот ее я хоть как-то могу прокомментировать. Хотя, вот интересно, девушка с жемчужной сережкой, оказалось, что Вермиер умудрился за жизнь написать всего 35 картин. Многие из которых он подписывал именами более раскрученных художников. Представляете, 35 картин. Его содержала теща. Ну, нравилось ей, наверное, что он художник и у ее дочери такой человек. А бездельник еще тот. Я к тому, что пример брать у Вермиера нельзя. Пишут, что ты похож на Андрея Миронова. Это действительно было с самого моего 20-летия, когда уже все, когда уже лицо сформировалось. И мне постоянно говорили о том, что я похож на Миронову. Особенно, если я вот так одену очки. Вот так сейчас покажу. Ну, сейчас немножко пополнил. Когда особенно смотрю вот так, то Миронов. А как вы проводите праздники? Ну, эти праздники у нас очень весело проходят. У нас очень много гостей. Вот. И... Ну, вот в данном случае у нас кино. Ну, и разве же веселье. У нас красивая погода. Мы делаем шашлыки и прочее. Там вот вчера сделали плов. Настоящий такой у нас есть специалистка, которая сделала плов. Ну, и у нас такой конвейер гостей, которые приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Весело. Почему стали писать строительным акрилом? Ведь он выцветает. Он у нас только как подкладка. Вы же понимаете, что мы сделали подкладку, а сверху просто не густым цветом закрываем маслом. Никакой проблем. Если он, может быть, лет через пятьдесят выцветит, и тот масляный слой, который мы положили сверху, несколько потеряет свое звучание от первоначального, может, это станет еще красивее. Вот это вот бояться, что какие-то химические процессы произойдут, выцветят или краски. Вы же знаете, что картины даже 50-х годов прошлого века очень сильно отличаются от современных. Хотя пигменты те же, все тоже. И просто он меняется, меняется их, дух времени появляется, и часто они становятся, наоборот, красивее. Поэтому бояться такой ерунды не надо. Вот Ван Гог осыпается из-за густой краски, из-за того, что он не очень соблюдал технологии, осыпается. И музейщики теперь прикрывают стеклом, чтобы краска не отваливалась. И пусть прикрывают. Тут много поздравлений с Новым годом, приятных слов. Всех поздравляю. Весьма уважаемый Игорь. Как молодой художник может понять, что у него есть талант писать? Ну, да. Бывает, человек с отсутствием чувства пропорции, таком выраженном чувстве пропорции. Бывает, что, ну, как называется, руки-крюки. Бывает, что все умеет. За что не берется, все умеет. Но делает скучно. А вот у этого, у которого руки-крюки, может оказаться такое вот неформальное, необыкновенное проявление этих рук-крюк, что современный зритель чаще предпочитает руки-крюки такому надежному письму. Другое дело, что это не надежный путь, скользкий путь. Оценят, не оценят твои руки-крюки. А, в общем-то, для изобразительного творчества сейчас все проявления человека хороши. Ну, а самое главное, конечно, наличие вкуса. У вас могут быть руки-крюки, а вкус хороший. Вы точно знаете, что вот этот крюк получился хорошо, а этот надо поправить. И наоборот. Вы можете прекрасно справляться с задачами. Ну, делать очень банально, скучно. Ну, никто не оценит это. Или оценят очень вяло. Понятно, что в учебном процессе, прежде всего, стоит вопрос научиться хоть что-то изображать. Пользоваться веществом краски и прочее. Так что, я не знаю, если руки чешутся рисовать, надо рисовать. Здравствуйте, вы родом из Крыма? Ну, вообще, родом я из Одессы. С большой Арнаутской, маленький дворик. Я помню, даже такая замечательная история была. Как-то меня просят приехать на индивидуальный урок, девушка, в Одессу. Я думаю, ну, хорошо, договорились о цене. Я еду по адресу. И помню, а тогда это была улица Чкалова. Я еду и думаю, кажется, у нас теперь уже Большая Арнаутская, а у меня в адресе Большая Арнаутская, 93. И я еду, еду и понимаю, что я еду в свой двор, в котором столько прошло замечательных событий моего детства. И еще и приезжаю в тот подъезд, который мне потом бесконечно снился. Вот моя квартира и мой подъезд мне мало снились. А этот подъезд постоянно снился, потому что с ним какая-то была мистика связана. И я еду в самый центр этой мистики. Ну, поработал с девушкой, мы там сделали ряд картин. Вот. В общем-то, никаких последствий, но все равно интересно. Так что я одессит по призванию своему, по рождению своему. И в Крыму я прожил довольно большой отрезок времени, навещая постоянно Одессу. Будут ли уроки по сложным картинам, с вашей точки зрения, такие, которые получаются не у всех? Ну, я не знаю. Я все-таки выбрал себе путь работы, ну, так сказать, со средним новичком. Человек, который уже хоть что-то умеет, поэтому у меня не так много этих учебных продуктов для совсем новичка. Да, и многие жалуются, а палитру покажите, а палитру покажите. Ну, если человек еще не умеет даже смешать две краски, ну, тут, конечно, уже может не ко мне, там есть и другие учителя. Вот. Я вот как человеку, который уже вышел в море, себя так воспринимаю. А людей, которые уже готовы на сложные задачи, здесь, наверное, даже, может быть, и учитель-то не нужен. Сложные задачи, они потому и сложные, что это уже решает человек с серьезным опытом. У меня всегда проблемы с выбором кисточек. Что посоветуете в этом вопросе? Все очень просто. У нас есть сайт. Калина, сестра Афанечки, его обслуживает. И обращайтесь у нее в прекрасный набор кистей, который я рекомендую. Пишут, что манера говорить, как у Жванецкого. Ну, частенько, да. Ну, так отмечают. Я этого не чувствую. Я не подделываюсь. Ну, это, наверное, детский способ общаться. У вас есть собака, она лает и частенько мне напоминает о том, что пора мне кормить свою. Ну, да. Ну, наш Баська вообще закормленный. Его все потихонечку подкармливают. С такого поросенка уже выкормили. Хотя, это лабрадор и мог бы быть поэлегантнее, ну, кореностенький, толстенький такой. Ну, и вообще симпатичный. С Новым Годом. Пишу под заказ 8 лет. Решила бросить и начать писать свое. Но очень боюсь потерять доход от заказов и непризнание меня как художника. Как быть? Ну, это проблема, которую каждый решает индивидуально. Тут вопрос, сколько вам нужно денег или сколько вам нужно славы. Кому, как в этом фильме, кому и кобыла невеста. Тут либо слава, либо деньги, либо баланс. Понятно, что работа для выставок, она все-таки подразумевает отречение на какие-то периоды от доходов для того, чтобы себя собой удивить. Ну, не знаю, это очень индивидуально. Это скользкий путь. Каких художников нашего времени вы можете выделить? Кто вам нравится? Ну, я уже не раз говорил, что мне очень нравится такой художник Бато Дугаржапов. Вот в плане импрессионизма настоящий импрессионист нашего времени. Причем с таким уже навязной дыхание этого импрессионизма. И те, кто вокруг него. Потому что вокруг него тоже сложилась целая когорта очень приличных художников. Слава Богу, что это все русские практически художники. Которые стараются работать в том же ключе, как бы в ключе настоящего импрессионизма. Так, сейчас. Игорь, вы сказали, что расстались с фанью. Получается, у вас сейчас нет музы? Ну, да. Так, сейчас я тут немножко пролистаю. Такой жестокий вопрос. Вы раньше предпочитали фон имприматуры наносить сразу до письма, а сейчас перешли на сухое письмо по акрилу. По сухому акрилу оказалось удобнее писать? Вот, я запал на этот мотив подачи картин. Некоторое время буду раскрывать его, показывать, как я это делаю. Потом увлекусь другим вариантом. Это ж путь к готовой картине, их несколько этих подходов. Поэтому вот такой подход, вот такой, такой. Поэтому не надо расстраиваться, если сегодня художник любит черное, а завтра не любит черное. И то, и другое уместно. Скажите, пожалуйста, как правильно подписывать картины с ваших уроков? Надо указывать, что картина написана с вашего урока? Ну, мне совсем это не надо. Если вам это надо, можете подписывать. А можете на обратной стороне писать. По мастер-классу художника Сахарова. Но мне это вообще не надо. Я именно для того и пишу, чтобы вы не только могли потренироваться, но и продать этот материал. И, конечно, если там будет написано, что это с мастер-класса, то это будет умалять ценность картины. И зачем такое надо? Когда я смотрю на картины советского периода, то они выглядят как бы грязные. Это такая была манера писать или недостаток качественных материалов? Нет, материалы были прекрасные. Это, с одной стороны, манера писать, а с другой стороны, дух времени. Ну, действительно, академисты, они любят грязноватость. Спрашивают, когда будут оценки работ. В конце месяца? Вот, да. Мы же, кстати, в конце месяца, из-за того, что на носу висели праздники, забыли про... Ну, вот, вот. Точно. Скоро. У нас же тоже праздники? Ну, мы анонсируем заранее. Когда ваша собака лает, моя пуделёшка всегда ему отзывается. У нас в городе говорят, что если пишешь фотоматериалы из интернета, то ты не художник. Ну, пусть говорят. Сейчас, если вы посмотрите западных художников, они всё-таки пример разумного отношения к живописи как делу. Не просто жить в башне из слоновой кости, а разумное отношение к делу. И, в общем-то, уже в начале 19 века, когда только фотография начинала свой путь, основная масса художников уже задействовали фотоаппарат для своих работ. А сейчас, когда фотовозможности колоссальны, чураться этого, ну, это быть просто дураком. Другое дело, что это не надо выпячивать, чтобы не соблазнять желающих соблазниться. Ну, расстроиться, выпячивать не надо. Очень много очень известных картин на сегодняшний день. Мы потом находим фотографии, из которых они написаны. И правильно сделано. Просто, когда живопись берёт материал, фотоматериал, она применяет ещё свои художественные элементы. И фотография преобразуется в картину. И это очень нормально и хорошо. И, конечно, надо учитывать вот этот эффект. Фотография, пейзаж, например, сильно удаляет. Дальний план становится слишком узким. Так мы видим его не слишком узким, а фотография его удаляет. Линза эта удаляет его. Учитывать этот момент. Что ещё можно учитывать? Ну, фотография как бы слишком подробный даёт результат. А живопись часто обобщает и тоже это учитывает. Ну, в живописи свои аргументы. И я, например, всем советую иметь проектор. И любой адекватный человек, рисующий сегодня в наше время, имеет проектор. А те, кто болен страстью, живописной такой страстью, но у них проблемы, да. Ну, это их тема. Как наработать скорость? Перфекционизм замужил? Ставить секундомер. Ставить себе задачу. Тебе сейчас придёт заказчик, через три часа картинка готова. Вот в каком качестве её застал, заказчик в том и купил. Или не купил. Ну, понятно, что в данном случае вы сами себе ставите эту задачу. Но когда ты ставишь себе временную задачу, ну, как люди на пленере, когда работают, им приходится очень быстро работать. Свет меняется, всё меняется. Приходится вот наспех, наспех, крупные мозочки, всё. И, глядишь, уже появилось это не перфекционистское исполнение. Так, лисички были. А дойдёт ли очередь до енотов? Ну, думаю, да. Я люблю енотов. Я и Фанечку называл енотом. Долгое время. Сейчас она стала лисичкой, а была енотом. Игорь, когда откроется вакансия на новую мужу? Пора, да. Пора. Вот вы прямо меня толкаете на это. Ну, и правильно делаете. Я же сам всем говорил, что если не хватает энергии творческой, то влюбляйтесь, да? И вот сам теперь должен тоже исполнить этот совет. Я помню, вы говорили, что можно затереть наждачной бумагой картину с берёзками. Очень жду. А, вы хотите, чтобы я потёр на своей картине? Ну, свои потрите, вы всё увидите сразу. Ну, я, конечно, могу потереть, но... Надо идти на склад, доставать эту высохшую, просохшую картину и тереть. Ну, можно отдельно просто потом маленькое видео записать, как мы это делаем. Ну, они просто хотят узнать, как это делать. Ну, да, на другой. А пишете ли вы картины для своего интереса? Не для урока в тишине и без камер? Да, у нас в доме очень мало картин, которые я нигде не экспонирую. Они, ну, так сказать, украшают и насыщают жизнью интерьер дома. Каков характер картин опытного художника? Ну, опытность она же разная. У экспрессиониста одна опытность, а у академиста другая. Да нет, ну, опытный художник – это, прежде всего, человек, который не совершает грамматических ошибок. Мы же знаем вот в письме, грамматическая ошибка – это сразу понимаем, что малограмотный. Кстати, если вы встречаете ошибки в названии моих видеороликов в Ютубе или еще в каких-то местах, это не я их подписываю, так что ко мне не придирайтесь. Я не то, чтобы ее самограмотность, но все-таки, ну, там, семинар, да? А он семинар, да? Вот, ну, это не я. Но есть вещи, которые совершает малограмотный художник, да, изображатель, а есть вещи, которые грамотный не совершает. Это перечень достаточно определенный, он не такой, не космический список. Но если у вас все исполнено грамотно, вернее, вот эти вот основные вехи исполнены, то в остальных уже можете импровизировать, можете дурачиться, можете все что угодно. Игорь, какова судьба картины, которую вы начали писать несколько лет назад с историческими и знаменитыми лицами? Да, вот. Я хотел написать картину «Собор Переславля Залезского», потому что влюбился в этот город, предложил как бы обществу, она висела в кафе такой посещаемом у нас в городе. Я думал, что людям понравится идея, я там уже сделал несколько узнаваемых лиц, горожан таких, которые на слуху, на виду. Но наш провинциальный городочек оказался унылым в этом смысле. Никому не нужна слава, градостроители и прочее. Сейчас эта картина там вдоль забора. Как приобрели... Стой, стой, стой. Ну, что с ней произошло недавно? А, недавно кто-то стрелял в забор из этих пулек воздушных пистолетиков и протыкал весь передний план. Как преодолеть синдром самозванца? Боюсь показать свою живопись в соцсетях, так как подтянулись какие-то художники, которые буквально забомбили своей критикой и советами. Этих сразу надо удалять. И больше, чтобы они даже не могли подписать что-либо. Ну, какое... Вот живопись самый гуманный вид творчества. Не нравится, не смотри. Я еще понимаю, на скрипке в соседней комнате кто-то скрипит. Или дурно играет на пианино. Но живопись-то чем провинилась? Ну, не нравится, не смотри. Это же твоя личная страница. Ты же не идешь на рожон удалять сразу даже... Да какой самозванец? Господи, в стране сто тысяч художников профессиональных. Еще триста тысяч обучаются. Или там пятьсот тысяч. Какое самозванство? И у каждого свой уровень. Вот сто самых лучших. Десять тысяч – второй эшелон. Сто тысяч – третий эшелон. Это аж эшелонированное. Не могут все художники работать в силу гениев. Поэтому в этом и есть творчество, и соревнования, и вообще движение есть в этом. А если бы все работали только как гении, то что же это было? Как вы относитесь к ограниченной палитре? Я как раз для новичка настаиваю на скупой палитре. Сначала привыкнуть к сочетанию желтый, красный, синий. А потом уже прибавлять полузвуки, полуцвета. Там, допустим, охра, она же желтая, но она же не желтая. Но, вот допустим, желтый и коричневый дает охру. Ну, охряный цвет. А охру, вот желтый, и сразу понятно, когда ты смешал с красный или синий. Синий – зеленый, с красным – мональжевый. А вот охру, когда смешаешь с синим, такой тухленький цвет, но благородный, деликатный. Ну, лучше начать вот со скупой палитры, чтобы освоиться в этих замесах. Потому что из этих троих можно практически все. То есть, ну, понятно, что там еще глила участвует, понятно, что участвует коричневый, потому что все-таки коричневый нужен, как цвет классической выписи. Так что, скупай палитры. Как определить цвет фона или цвет не сильно принципиальный? Ну, как-то к художнику опытному привели ребеночка, подросточка, так сказать, можно у вас получится, может он вам фон будет закрашивать. Он говорит, я вот уже 50 лет пишу, а фон так не научился закрашивать. Фон это статья, где очень хорошо можно показать развитый ты художник или недоразвитый. Фон это трудно. Это подходы к фону всегда должны быть такими же ответственными, чтобы не опозориться, как портрет. Ну, понятно, что в наше время есть масса других изобразительных причуд, когда можно делать элементарный фон, просто элементарный, закрашивать. Ну, тогда должно быть все остальное под эту дуду. Спрашивают про майский конкурс. Ну, я думаю, на этой неделе, в тени недели мы выставим прямой эфир на эту тему. Вы используете черный цвет в картинах? Если да, то какую именно масляную краску, черную, предпочитаете? Вот у меня сажа. Ну, есть любители тонких, черных, тонких проявлений черного. Ну, я сажей пользуюсь. Хочу сказать спасибо. Всегда выставлять на продажу, не понимаю, копии известных художников. Я считаю, что у вас будут продаваться работы лучше, чем у профессиональных художников, потому что у вас эти работы будут полюблены, потому что для вас это новизна ощущений, чувств, эмоций всех этих. А, к сожалению, у профессионалов начинается просто штамповка однородного продукта, потому что, ну, что тут сделать? Семью надо кормить. Вы-то жили и без этого в этой отрасли, а для... Ну, в смысле, вернее, вы и без этого зарабатывали, как-то жили, а художник только этим живет. Поэтому профессиональный художник, конечно, начинается с того момента, когда он полностью зарабатывает от живописи, в основном уже от живописи. Планируете ли вы давать мастер-классы в Москве? Да, конечно, планирую, но только что вы сами понимаете. Я приеду сейчас всю свою базу, перевезу в Москву снова, и никто не пойдет, потому что будет бояться этого ковида и прочее. Сейчас звонков очень мало. Никто не звонит, почем зря. Все боятся ездить, боятся собираться больше двух. Мы уже точечку ставим, да? Сколько там времени? Так, ну, 36 минут прошло. Ну, конечно, точечку ставим. Ну, тут еще много, конечно. Тогда давайте сделаем небольшой перерыв. Поднимаем? Не все. Поехали? Поехали, нет. Так, ну, уже присоединяются. Сашенька сказал, что там будет столько неотвеченных, интересных вопросов, поэтому, конечно, мы с удовольствием продолжим. Тем более, раз уж мы сегодня ничего не делаем, а только занимаемся болтовнёй, то уже нарастим. Можете задавать те вопросы, которые не были озвучены повторно. Так, пока я к 50 присоединилась, но... Вот это повезло нам послушать вас сегодня. Обязательно, пока праздники, покажите нам ваши картины. Ну, это как бы надо по дому пройтись с камерой. Нет, вот те, кто приедет в дом, увидят. Вот те, кто... А знаете, что мы задумали тогда? Что будут победителей 7 человек, а те, кто не будут в числе 7, мы через месяц просто пригласим всех, кто может приехать за свой счёт, с этюдниками, ну, холсты здесь, конечно. Мы предоставим холстые краски, а вы приедете с этюдниками, ну, треногами, кто как. И мы с вами попишем с натуры, места у нас здесь красивые, и мы попишем с натуры, выстроимся, допустим, вдоль речечки, и я буду ходить, ну, как бы, корректировать вашу работу с натуры. И так пройдёт два дня. Вот на два дня пригласим всех, кто не стал победителем этого конкурса. Так что всё будет. А ваша любимая... А, ну и вечером мы тоже, как и с победителями, вечером будем, кто захочет, придёт к нам, примкнёт к нашим шашлыкам и прочее. Это уже, конечно, будет неформальная часть этих встреч. Ваша любимая тема – писать картины. Ну, конечно же, портрет. Ну, портрет сейчас в загоне. Он... Вот тот портрет, который я люблю, такой с прочтением глубины человека, он не востребован, как бы, вообще. И, как бы, ну, вот то, что я люблю, только вот для себя пишешь, в основном, вот, для внутреннего пользования. Ну, как-то так. А не возникает ли проблемы с референсами из интернета? Я имею в виду авторство. Ну, иногда автор фотографии говорит, что «А что бы вы меня не спросили?» Ну, было несколько раз такое, да. Ну, поскольку, всё-таки, картина перестраивает несколько фотоматериал, или, вот, допустим, копии я стараюсь делать западных художников. Раньше, если человек принёс, я то, что принёс, то и показывал. То есть, сейчас я делаю, в основном, западных художников, которым не до нас. Как вы относитесь к цифровой живописи? Да, любое творчество хорошо. Я не знаю технологии производства этой живописи, поэтому мне трудно понять. Но это красиво, по-своему, тоже. Ну, понятно, что это всё на спецэффекты. А я вот только что сказал про портрет. Что хочется, конечно, репинского внимания к человеку. Ну, не востребовано. Добрый вечер, с Новым Годом. Особенно, конечно, к женщине. Вот такого трепетного и волнительного отношения к женскому образу. Будет ли урок «Морозный узор» на стекле? Да. У меня даже есть несколько фотографий очень издачных. Хотя я сам не знаю, как это написать. Ну, посмотрим, пощупаем. О полюбленности картин. Картины по вашим видеоурокам получаются только с любовью. И процесс с любовью. И вообще очень трепетно с вами работать, даже в формате видеоуроков. Так, сейчас вопрос. Вы знаете, вот эта вот фраза, картина полюблена или недолюблена, она очень недействована. И действительно, вот очень часто у новичка картины полюблены, и люди это видят, и выбирают именно картину новичка, а не профессионала, который выпендривается перед другими профессионалами. Смотрите, как я могу. Ты можешь, конечно, ты молодец, ты проявил вкус, культуру, письма, все. Ну, такое любви не проявил. Когда будет тема портрет? Я соскучилась. Вы знаете, вот мы делаем тему портрета, а вы ее не востребовали. Очень мало. Ну, потребления очень мало. Будет, конечно, просто потому, что невозможно писать одни пейзажки. Что вас больше вдохновляет в жизни писать? Такое красивое... Ладно, тут на английском не понимаю. Вы очень много используете мастихин, но именно мастихиновых работ с грубой фактурой мало. Ну, и хорошо. Вот я так. Кому нужно с грубой фактурой, будет иначе... И именно в живописи. Вот я не знаю, можно ли так музыке учиться, как сейчас живописи можно учиться. Но для изобразительного творчества, ну, все есть. Вообще все. Как в портрете передать характер и внутренний мир человека? Очень хороший вопрос. Если ты настроился передать характер и внутренний мир человека, тебе может Бог дать. Но если ты смирился до того, что... А может и не дать? Ты вот настроился, а он не дал. Ты вот очень хочешь, но он тебе не дает. А в другом случае, ты так легко прошел этот путь от формы к содержанию, что просто поражаешься. Ну, как некое пророчество о человеке произошло. Ты прямо... Вот все самое ценное ухватил. Очень по-разному. Портретист – это общение с Богом. А что вдохновляет? Женщина в первую очередь. Ваша личная художественная победа ушедшего года. Еще-таки, может, вы помните? Ну, была классная серия картин из бассейна. А, ну да. Но мы ее не опубликовали. Да, действительно. Ну, это... У нас целый ряд был удачных работ. У меня был целый ряд удачных работ. Обнаженная в бассейне. Но я вам их не покажу. Так, почему так мало картин по фотографиям Переславля? Ну, потому что есть все-таки, как бы, места, в которых сразу узнается и мой родной дом, и его родной дом, всех родной дом. А Переславля он все-таки тоже имеет какую-то узкую... Хотя есть у меня несколько пейзажей с Переславля. Но он такой, как у нас. А есть вещи, которые такой, как у всех. Поэтому я стараюсь все-таки выбрать вещи, которые будут интересны любой местности России. Ну, такие... Ну, узнаваемость, чтобы было. Ну, в частности, Левитан. Он же не пишет все подряд. Нет, он пишет места, которые... Ну, писал. Места, которые... Не написать собственную картину. Мне задача показать вам, как это пишется. Поэтому, если я на п*** не заинтересую, просто эстетически, да не нравится мне. В нашей с вами игре... Эфира, там только первая минута. Все остальное еще загружается. Почему цветает краплак фиолетовый прочный от Невской палитры? Я не знаю. Я об этом не думаю. Честно вам скажу. Нельзя смешивать... Говорят, нельзя смешивать... Ну, краплак с изумрудной. Ну, не смешивайте. А что вроде как через серию лет он почернеет этот замес. А может, и хорошо, если почернеет. Все равно в нем будет проявление и розового, и зеленого. Ну, может, это будет даже красивее. Вот этот вот тухляк цвета, может, тут даже окажется красивее. Поэтому, кому страшно, что он почернеет, ну, не пользуйтесь. Смешивайте с бирюзовым вместо изумрудной. С ледонами, какой угодно. Как вы считаете, можно ли передать часть картины развиваясь и видя недоработки? Или надо писать новую? Вот работа, которая явно с нарочитыми недоработками, с ней можно устроить целый ряд экспериментов. Поскольку она приговорена к истреблению, ее можно, допустим, залиссировать белилами, а потом шкуркой протереть и посмотреть, причем можно не даже масляным белилом, а акриловым, тонким слоем лиссернуть, то есть жидко-тонко. А потом, когда он высох, акрил, тут же он уже через 20 минут высохнет, прошкурить, и появится вот эта вот, проявится эта фактура. А этот акрил окажется только в щелях этих густот. Например, один вариант. Другой взять умбру натуральную, разжижить ее и прокрыть всю картину, посмотреть, как в этой длинучей коричневости прозвучит то, что нарисовано, и, может быть, там останется несколько мазков сделать, чтобы она вдруг созвучала. Ну, вот, как художники на пленэре часто делают, писал-писал-писал-писал, мне понравилось, вытер картину отраву, получился такой смазанный, ну, смазанность такая на картине появилась. Не, понимаешь, вот это вот и удача. Поэтому неудачные картины можно приводить в какое-то необыкновенное состояние, и таким образом даже, может быть, найти какой-то дополнительный язык исполнительский. Планируете ли вы писать весенний сюр? Ну, какой сюр весной? А наоборот, все дышит плотью и жизнью. Все разимой. А как научиться правильно подбирать цвета? Взять скупую палитру и начать смешивать синий, красный, желтый, коричневый и белилов. И выучить их взаимоотношения. Ну, просто увидеть их взаимоотношения. Вот прямо поставить себе вот эту скупую палитру, как способ натренировать умение смешивать. Пару картин, даже, может быть, пять-десять картин выполнить вот в такой скупейшей. Академические художники, наоборот, не любят залакированную. Пройтись лаком и жухлые места соединить с нежухлыми. Ну, чтобы оно все стало более равномерно. Иногда это делается очень тонким слоем, иногда толстым. Кто как? В профессиональном плане к чему вы стремитесь? Быть максимально понятным моим ученикам. И, в общем-то, я выбрал для себя это как главное дело жизни. Другие художники выбрали успех. Как бы художника-изобретателя, да? Какого-то особого языка, там еще что-то. А я выбрал общение с вами. Для меня это оказалось самым интересным. Будут ли картины импрессионистов в этом году? Очень хочется на Тюрморт Сезанна, пейзаж Ван Гога, Гоген, Наринвар. Ой, как хорошо. Как душу греет. Я бы с таким удовольствием. Но запрос это такой единичный. Ну, конечно, я буду стараться эти запросы тоже удовлетворять. Но очень мало желающих на это. Просто срисованная фоточка. Ну, основную массу людей удовлетворяет полностью. В общем-то, и честно, это все честно. Это как бы 80% запроса учеников. И, конечно, я в первую очередь решаю эти запросы. Но иногда вот так уже, как надоест, решать этот запрос. Я беру что-нибудь более экстремальное. Какой размер полотен брать для обучения с нуля? 50 на 70 – это самый большой из маленьких и самый маленький из больших. С ним не прогадайте. Просят познакомить всех с дочками. Вы выйдите, хоть раз в листочке покажете. Не сегодня, но в следующий раз обязательно. Можно ли исправить пожуховые места на картине? Кстати, ты такую фотографию выставил. Этот макияж ужасный. Ну, понятно, что Новый год можно все дорожить. Можно ли исправить пожуховые места на картине? Ну, конечно. Ну, раньше исправляли чесноком, натирали. Ну, в принципе, можно залить лаком. Как правильно работать веерной кистью? Надо ли часами учиться рисовать одно и то же? Да ладно, веерная кисть – это тяп-тяп и готово. Что там сильно учиться? Просто в нужном ракурсе ее подставлять к холсту, с красочками, она сама рисует. Не-не, не надо проверить. Веерная кисть – это элементарщина. Иногда даже аж обидно, как легко она решает задачу. Если уже веерной кистью не получается, я не знаю, что делать. Уже несколько подряд сообщение о том, что импрессионизм интересен. Очень хочется новых форматов, новых и более сложных работ. Я с вами согласен полностью. Просят тебя эксперимен... Эксперим... Малень... Эксперимальничать. Эксперимальничать, пожалуйста. Да. Эксперимальничать, эксперимальничать. Экспериментальничать, экстремальничать. Мы еще импрессионистов хотят. А вопросы уже как-то и закончились. Тогда и мы с чистой совестью заканчиваем. Ну что, с Новым годом всех. У меня простой человеческий чай в этот раз. Поэтому... У кого-то уже чай – с Новым годом. По-語 С Новым годом. Продолжение следует...